всем привет короче досталась мне вот такая вот ямаха сегодня покататься сейчас я попробую вообще на ней проехаться потому что если честно я впервые езжу на трехцилиндровом мотоцикле покатаюсь посмотрю то есть кто себя представляет просто реально интересная штука на трех цилиндрах я еще ни разу не езжу плюс это такая спритуха прикольно ну блин как ели кролицы вот тормоза есть тормоза вроде есть открывая приборка пленочка наклеена старт кнопка стоп это режим двигателя типа там спортивный стандартный стандарт стоит и трекшн первый уровень и второй уровень здесь есть так что я не значит попробую покатаюсь расскажу ощущение знаете интересный мотоцикл исходя из того что я про него не знаю ничего позвонил говорит хочешь мотин взять я говорю опять дукатти ну я просто раскатался на монстре говорит нет я купил себе ямаху XSR 900 я говорю а что за мотоцикл такое ну вот фотка я говорю похоже как будто ему очень много лет он говорит нет он типа свежий это нео классика ну выглядит да классично как какой то такой ну типа скрамблер я не знаю ну да реально классика по удобству руления блин реально в городе классик подрыв кстати на трех цилиндрах реально прикольно едет по мотоцикл по мотоцикл нормально можно отстреливать пока пока ну и в городе отстреливать пока я не буду потому что так нельзя делать вообще прикольно будет кстати и сейчас покажу write вне above неплохо расстрабатывает и tribal 담 то есть 200 пPat А тут что у нас там? Трекшн. Трекшн, чтобы стоять на заднее, я не умею, мне страшно, не буду. Конечно, электроника вытянет, а вдруг не вытяну я. Ну, в общем, что я могу сказать. Я тут проехался, классная стритуха, классно валит. Шесть передач. То есть, ну, я действительно не читал про этот мотоцикл, ура, ну, все там ничего. Почему? Просто потому, что хотелось на него сесть и сразу почувствовать какую-то разницу. Так, либо подрегулировать ручку. О, а так получится. Конкретно вот этот мотоцикл прикольный. Чем-то он даже поинтереснее Ducati, потому что не гремит, ездит тихо, стопойно. Единственный момент, это... Я вот понимаю, что если я сяду вот так вот, на всю душку, чтобы коленями попасть в нишу, то я сижу с жопой прям в упор, перепадает. Если сажусь нормально, все, мне он маленький. То есть, для меня этот мотоцикл действительно маленький. По размеру. Если кто-то ниже роста, ну, немногих пороще, то вообще замечательно будет. Сидушка капец неудобная, мне что-то тут плавить и стирать, а все себе тут хотите пойми. То есть, для моего роста, ну, вообще неудобно. Но, если так, по приколу, то гонять классно будет. Сейчас попробую покататься еще вот, где-нибудь в городе, где улочки поуже, чтобы поднять его маневренность. Хотя я уже и так чувствую, что мотоцикл, ну, прям реально, с улицей. И, кстати, набирает скорость, он очень хорошо и очень плавно. То есть, мощности у него хватает. Момосед. Честное слово, блядь, выйдите в баню, да. Специально заехал на Октябрьскую. Здесь дорога такая себе, да. Вот почувствовать разницу между платуром своим и стритухой. Ну, это явно пожестче у нее подвеска. Ну, блин, это же для города. То есть, не собираешься куда-то там, в какое-то бездорожье лезть. Да, ну, как бы, да, трясет с пошилеющим, да. В спортуре, но, тем не менее, приятная штука. Довольно легкий, рулится. Реально рулится легко. По сравнению с выфером, прям, разница огромная. Ну, любой стрит, в принципе, рулится. Тут ничего не скажет. Так, на Раду на Октябрьской нету, потому что еще день. И, как бы, нефига пловеть. Если честно, немножко непривычно после ВФР-а. Такой маленький мотоцикл. Такая маленькая сидушка. Я же говорил, вот я сижу, вот, как бы, здесь. Если отодвигаюсь сюда, тогда коленями попадаю. А так нет. Маловат по размеру. Но, в целом, вот, я заезжал на заправку очень удобно. Рулится, как велик, реально. Стритуха. И еще один из плюсов, это то, что я сейчас двигаюсь по городу. На улице 30 градусов жары. На нем комфортно, на нем не жарко. Потому что нет никакой ветрозащиты. И полностью весь поток направлен на тебя. Так, что у нас? Заводится вот он вот так. Прикольно. Да, и я вот что заметил, реально жестковатый подвесон. Мы там остановимся. Я вам покажу подвеску. Она мне вызвала некоторые вопросы. Там, получается, амортизатор, он и все интересно расположен. Ну что, короче. Покатался на этой Ямахе. Вы знаете, очень интересный мотоцикл. И давайте вот сейчас разбираться в конструктиве. Трехцилиндровый рядный двигатель. Коней немного, всего 115. Но маленькая масса, до 200 килограмм. Соответственно, удельная мощность довольно неплохая. И он пуляет прям дай дорогу. Начал выпускаться в 2016 году. Именно эта модель, вот она, 2016 года. Первая. Которая выпускалась. Теперь касательно амортизатора. Вот он как здесь лежит, смотрите. То есть, вот маятник и вот амортизатор. То есть, как бы, теоретически, вот так бы не мешало. Но вот он лежит вот так. Может быть, из-за этого подвеска жестковата. Они там намудрили каких-то, вон там, переходников и прочее. Что-то там вообще непонятное. При этом, при этом, что хорошо, то, что у него алюминиевая рама. Соответственно, что у нас получается? У нас получается маленькая масса, алюминиевая рама. Амортизатор так расположен, вероятно, для того, чтобы вот это все неподрессоренное уменьшить. Ну, я так думаю. Потому что то, как лежит амортизатор, очень странно. Скорее всего, там какая-то рычажная система стоит, чтобы передавать на амортизатор нагрузку. И именно в осевом направлении. Колеса стандартные. 120, 70, 17, 180, 55, 17. Ну, что еще можно сказать по этому мотоциклу? В целом, мне понравилось. Единственное, что, да, действительно, мне маловато на нем места. Сейчас я вам покажу отдельно, как я на нем выгляжу, когда сижу. Когда сажусь на мотоциклу, ну вот, что выяснили. Естественно, вот нога, и вот она украина, украина. Надо сместиться назад, чтобы он четверг попасть в днишку. Но, блин, тогда сидеть, ну вот, украиншись с жопой в седуху сюда, блин, в край. Смещаешься ближе к вакууму, положим. Тогда есть нюансы. Поэтому, соответственно, если ваш рост вам позволяет, можете вполне себе купить такую стритуху. Но если вы ростом больше, чем 1,86 м, ну, даже 1,80 м, будет немного неудобно. Я бы рассматривал, наверное, немножко какой-то другой вариант. Чуть-чуть более удобный. Опять же, любой мотоцикл надо мерить. И опять же, самый распространенный вопрос. А не мало ли 115 лошадиных сил? Да нет, он нормально шпуляет по городу. Их вполне хватает. Вопрос в том, что сможете ли вы их все реализовать. То есть, стритуха, у которой 115 коней, 195 кг веса, в целом будет рулиться нормально. И ехать тоже будет нормально. Мотоцикл 2016 года, АБС, трекшн. То есть, ну, как по мне, очень неплохо сделан. И мне реально нравится на нем кататься по городу. Так что я еще поеду прокачусь. И расскажу вам свои ощущения. Жаль, конечно, что сегодня нет никакой двойки со мной. Рыщ занята. Чтобы можно было рассказать вообще в целом, как сидеть вот на этом вот маленьком кусочке сидушки, когда вы едете вдвоем по городу. Но есть один плюс. Не так жарко. Когда сзади никто не прилипает. Обдувает полностью. Все. Поеду прокачусь. Еще что-то расскажу. Потому что катаюсь по городу, по тем местам, в которых бываю сам лично на своем мотоцикле. И именно сравнивая ощущения, можно понять, нравится тебе мотоцикл или нет. Вот смотрите. Я сейчас маневрирую по парковке. На съезды. И в целом, ну, прям круто. Сейчас поворот. Аккуратно выезжаю. Вообще прям очень удобно рулится мотоцикл. Мне нравится. Сегодня, наверное, блин, какие-то солнечные бури или что. Люди друг друга не пропускают поджуна. Сейчас меня тачка вон сзади стоит не хотела пропускать. Ну, в смысле, как не хотела пропускать. Я еду, не меняя полосы, он перестраивается в меня. Ну, я бы пропустил бы тебя, если бы ты перестраивался передо мной. Мне не жалко. Ну, ты же перестраиваешься прямо в меня. Ёкало муны. Ну, знаешь, что за люди? Что-нибудь жарко, что ли, сильно? Кстати, кто-нибудь из вас помнит одно из первых мест, где собирались всякие мотоциклисты и мопедисты? Одно из них было на смотровой, это там, сзади. А второе, это было вот здесь, Макдональдс-то-Немиги. Здесь очень маленькая парковка, не знаю, сколько там, на шесть машин. И вечером приезжает толпа бопедистов. Тут куча, куча, толпа этих ребят собиралась, и я в том числе, естественно. Путывались здесь. Иногда вот так вот проезжает, стыгнаешь, как вот тут было когда-то. Ностальгия такая вот. Сейчас все тоже собираются, тоже тусуются. Но почему-то тем временем вспоминаешь с особой теплотой. Не знаю, это такой, у всех с ностальгия, что ли? Да, было круто. Ничем не жалею вообще. Классно было. Все, вернулся я на стоянку. Вернусь мотоцикл хозяину. Виталику. Вот, ну, кстати, походу отписался, что уже идет. Резюмирую. Стритуха классная. Едет замечательно. По расходникам, ну, как любой другой мотоцикл, там все стандартно. Что еще можно сказать? Но если бы высокий, вам он будет маловат. Потому что мне он по росту чуточку не подходит. А так вообще классный мод. Не знаю, как в обслуживании. Ну, в плане там добраться до мотора и прочее. Хотя здесь все довольно просто кажется. Ну, 3 цилиндра, это не 4. Это типа на 1 меньше и проще. Ну, это шутки в самом деле. А по обслуживанию в расходниках все стандартно. Ничего сверхъестественного нет. Все. Удачи вам. Катайтесь. Радуйтесь. Блин, прикольные ощущения с леса стритухи. Вот сразу на контрасте. Сел на выфер. Блин, просто все по-другому. То есть как бы сцепление там другое было. Здесь гидравлика, там тросик. И по ощущениям блин, у меня просто танк какой-то. Сцепление очень легко выжимается. Там тросик тяжелее немножко. Я вот буквально несколько тут прошло, пока я пересел там, не знаю. 10 минут. Моторная память осталась в Ямате. А все я сейчас на фонду. И разница просто чувствуется колоссальная. Там как-то по-другому все. И рулежка и вес. Здесь телефоны, там руль. Здесь я уже так не поверяю. Ну, когда пытаюсь рулить. Разные, совершенно разные. Классные мотоциклы. блин, сцепление у меня просто пушинка по сравнению с тросиком. И вообще все по-другому. Ощущения совершенно другие. Поэтому я частенько в своей работе, когда задаю людям вопрос, они там выбирают типа, блин, самый простой, шлем, да, я говорю. Для какого мотоцикла? Я еще не призывался, выбираю между там, и называют 2-3 мотоцикла, которые настолько между собой разные, что это прям в тренде. Вот по факту сейчас я ощутил ровенько за 10 минут то, насколько мотоциклы разные. Поэтому выбирать мотоцикл прежде чем выбирать. Если у вас есть там друзья знакомые, возьмите, прокатитесь так немножко, чтобы почувствовать разницу между одной и второй моделью. Плюс по росту, вот смотрите, мне выфер совершенно по росту, а Ямаха мне все-таки чуточку бьет. Ну, это все. Всем пока, удачи!